приветствуем вас на канале секреты звезд шоу-бизнеса этих мужчин мы видим каждый день с экранов телевизора их знает вся страна но мало кому известно кто их супруги кто помогает и поддерживает своих мужей каждый день оставайтесь с нами и вы узнаете о том как выглядят жены популярных телеведущих и чем они занимаются супруга ивана урганта наталья кикнадзе училась вместе с ним в элитной гимназии в детстве они дружили сразу после окончания школы наталья вышла замуж за грузинского бизнесмена и родила от него дочь эрику и сына нико через несколько лет наталья ушла от мужа спустя 10 лет наталья и иван снова встретились к тому моменту иван уже развелся с кариной авдеевой и завершил длительные отношения статьяной геворкян в течение двух лет пара тайна встречалась а в 2008 году родилась дочь не на которую назвали в честь бабушки в 2015 году появилась вторая дочь которую назвали в честь матери ивана валерий наталья кикнадзе вместе с александром цикало управляет рестораном за сад также помогает мужу заниматься благотворительностью она обладает прекрасным музыкальным вкусом именно с ее подачи иван приглашает на свое шоу различных исполнителей иван называет наталью своей первой и единственной любовью дмитрий хрусталев не особенно показывает свою личную жизнь 10 лет он жил в гражданском браке с юристом виктории дичук затем пара рассталась также многим прекрасно известен его роман с екатериной варнавой который длился два года со своей будущей супругой украинской моделью марии гончарук хрусталев познакомился в 2017 году в компании друзей со слов шоумена он влюбился с первого взгляда и сразу начал красиво ухаживать в 2019 году дмитрий и мария тайна расписались и отправились в романтическое путешествие на острова помимо карьеры модели марии известны участием в проекте хочу в виагру после него совместно с дианой иваницкой она выступала в группе динамо в данный момент мария является солисткой группы фабрика у алексея ягудина доженить бы на фигуристки татьяне татьмяниной было множество романов с лейсану тяшевой еленой бережной певицей сашей савельевой свою будущую супругу алексей знал с 15 лет но разглядел не сразу они познакомились на катке долгое время алексей видел татьяне серьезного спортсмена но все поменялось после совместного участия в ледовом шоу овербуха именно после него начались их романтические отношения спустя год отношений в 2009 году татьяна родила дочь а в 2015 году родился второй ребенок и только через год пара официально зарегистрировала свой брак алексей выложил фото с обручальными кольцами в соцсетях сейчас супруги растят двух дочерей мишель и елизавету татьяна продолжает принимать участие в ледовых шоу вадим токменев известный тележурналист телеведущий и заместитель генерального продюсера на нтв давно счастливо женат с супругой вадим познакомился на студенческой тусовки елена училась на филологическом факультете кемеровского университета с 1994 года они стали встречаться а через год расписались в 1996 году родилась дочь полина а спустя год вторая дочь агата с 2015 года обе дочери обучаются за границей полина в венском медицинском университете а агата в сингапуре сейчас супруги так меня вы проживают в коттедже под звенигородом тимур еремеев стал известен благодаря скандальной истории на шоу пусть говорят где он назвал себя внебрачным ребенком спартака мишулина позже он снялся в сериалах кухни и отеле леон и стал ведущим шоу на самом деле свою личную жизнь актер не выставляет на показ с супругой ольгой он познакомился в 2010 году а через три года сделал предложение первые годы совместной жизни супруги занимались карьерой ольга помогала в пиар-компании рекламе в то время когда тимур снимался в сериалах в 2016 году в их семье появилась дочь ника сейчас пара мечтает о том чтобы у них появился сын тимур кизяков бессменный ведущий телепрограммы пока все дома уже 23 года женат на елене липуновой елена долгое время работала шеф-редактором вестей с 2006 года елена вела рубрику в программе тимура у вас будет ребенок которая помогала найти родителей для детей-сирот супруги познакомились в останкина в тот момент елена была не свободна тимур пригласил девушку выпить кофе но она отказалась так как была замужем после чего тимур начал очень красиво за ней ухаживать и сообщил что не уводит чужую жену а забирает свою вскоре елена подала на развод после этого тимур и елена расписались и провели короткий медовый месяц в париже их пара является одной из самых крепких на телевидении вместе супруги воспитывают двоих дочерей елену и валентину и сына тимура несмотря на внешнюю мягкость ведущего в семье царит патриархат и последнее слово всегда остается за супругом с будущей женой андрей малахов часто сталкивался по работе иногда обедал в дружеской обстановке она младше его на восемь лет наталья работала исполнительным редактором а фс и холдинга интер медиа групп а с 2008 года стала заниматься собственными проектами мэй клэр эль она считалась известной светской львицей но не особенно любила тусовки андрей и наталья долго приглядывались потом начали флиртовать а потом начались отношения с 2009 года пара стала совместно появляться на мероприятиях в 2011 году они сыграли шикарную свадьбу в версальском дворце в париже и только спустя шесть лет в семье андрея и наталья родился сын александр актер и телеведущий оскар кучера был женат три раза первый раз женился в 20 лет на сокурснице по гитису брак продержался около года второй раз супругой оскара стала мая маркова победительница конкурса красоты в 2002 году пара поженилась а спустя два года появился сын александр но пара все же рассталась в 2006 году телеведущий в 2007 году женился в третий раз на юлии она юрист по образованию с ней у него был роман во время второго брака оказалось что в 2005 году юлия тайна от аскара родила сына сашу это стало неожиданным сюрпризом для кучеры чуть позже у них появился второй сын данила и дочь алисия а в 2019 году у пары родился еще один сын марк третья супруга кучеры занимается бизнесом а также заботами о детях и мужа сейчас у аскара пятеро детей ведущий максим шарафуддинов познакомился со своей супругой еленой студенческие годы в своем родном городе елена была старше максима на несколько лет разведена у нее был сын от первого брака в тот момент она уже работала телеведущей максим очень быстро смог обаять будущую супругу подружился с ее сыном вскоре пара поженилась максим начал работать в москве вахтовым методом неделю шли съемки потом уезжал в казань к беременной елене вскоре у них появилась дочь агния в 2014 году у них родился сын нил и вся семья переехала в москву елена с пониманием относится к нестандартному графику работы максима во время участия в проекте вышка семья почти год его не видела несмотря на плотный график все свободное время максим старается проводить семьей до свадьбы статьяной бариновой дмитрий крылов уже трижды был женат почти 20 лет неудачных браков в которых дмитрию не хватало терпения и мудрости как говорит он сам однажды татьяна увидела непутевые заметки и попала под чары голоса дмитрия женщина решила перейти к действиям нашла телефон аппаратный где дмитрий занимался монтажом и позвонила услышав тот самый голос она сообщила что давно является поклонницей передачи и предложила встретиться отношения татьяны и дмитрия достаточно быстро стали романтичными дмитрий сделал предложение достаточно долгое время супруги проживали на разных территориях каждый в своей квартире и виделись только дважды в неделю такой формат брака долгое время был для них комфортным сейчас супруги живут совместно в доме который построил дмитрий но имеют разные спальни крылов считает что залог их счастливого брака наличие личных границ и свободного пространства татьяна работает редактором непутевых заметок так что с супругом они практически не расстаются дмитрий жалеет об отсутствии у них совместных детей у него есть сын от третьего брака и у татьяны тоже есть взрослый сын каждая история отношений и брака уникальна некоторые встретили свою вторую половинку еще в юности а кому-то пришлось пройти длинный путь чтобы встретить человека на всю жизнь подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить наши новые видео ставьте лайки жмите на колокольчик до новых встреч